Коммунальщики опилили ясеня на московском шоссе. Жителей Рязани это сильно возмутило, потому что аллея потеряла привлекательный внешний вид и перестала быть украшением города. Однако оказалось, что деревья таким образом пытаются спасти. В причинах заболевания ясеня еще предстоит разобраться. Вот одна из версий. Что касается ясеней, на мой взгляд, это поражение грибком. То есть это привело к усыханию их. То есть это достаточно распространенная проблема как в Рязани, так и в Москве в последние годы. Грибок этот пришел по различным данным из европейских стран. Этот грибок был недавно обнаружен. Обычно с ним борются обработкой различными фунгицидами. Однако в черте города их не всегда можно применять. То есть единственный способ это опиливание высыхших сучьев, то есть для того, чтобы дальнейшее распространение инфекции не происходило вглубь древесины. В ближайшее время власти должны принять решение о том, что теперь делать. Для этого должна будет проведена профильная комиссия. Если с деревьями на Московском шоссе удалось найти причину, почему начали гибнуть ясени, то с соснами, растущими в Солочи и вдоль дороги к ней, еще придется разобраться. Последние годы, начиная с 2010 года, когда у нас наблюдалась аномальная жара, как раз наблюдается в наших насаждениях, в лесах расстройство различного характера. Деревья сосна усыхают. Причиной тому также являются грибковые заболевания, усиливается антропогенное воздействие, то есть выброс промышленных предприятий в воздух, что приводит к пожелтению и опаданию хвои. Ну, главным образом это распространение шутты. В последние годы достаточно активно встречается данный гриб. Конечно, данное заболевание сосен опасно в основном для питомников, особенно для деревьев молодого возраста. Там отпад может достигать и до 100%. То есть, тем самым лесничество в питомнике, которые занимаются получением посадочного материала, могут, в общем-то, не получать его в должном количестве и должного качества. Ну, а в культуре достаточно распространенный гриб, то есть периодически вспышки такие встречаются, но как таковых сильных повреждений деревьев не наблюдаются за счет этого. То есть, до 18-20 лет может наблюдаться эти поражения. Мы будем следить за развитием ситуации. Олеся Котровская, Игорь Глотов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова